Здравствуйте, уважаемые тостмастеры, здравствуйте, уважаемые гости. По чину меня сегодня дебют ведущим в клубе «Оптима форма» я еще ни разу не был. Спасибо большое за приглашение. Я это рассчитывал и считаю такой шаг долгосрочными дружескими связями между двумя клубами. Долгосрочные отношения. Что это значит? Все мы с вами являемся клиентами кого-то, чего-то. Иногда друг друга, иногда своих компаний, в большей степени, наверное, клиенты магазинов, каких-то предприятий, которые предоставляют нам услуги по различной направленности. Но со своей стороны, приходя на работу, мы встаем, условно говоря, за прилавок. И даже если мы сотрудники бэк-офиса, бухгалтеры, логисты, грузчики, какие-то управленцы внутренние, все равно так или иначе мы работаем на единую задачу, на задачу обслуживания клиента. Это не просто продажа. Это всегда установка длительных отношений с клиентом. Особенно если вы работаете в сегменте B2B. У меня была такая история. Я был руководителем отдела продаж. Вен Селлинг, такая система продаж с колес. Мы работали с магазинами. Жил я тогда в Санкт-Петербурге родном. И у меня заболел один из моих торговых агентов. А он должен был ехать в городок Кириши. Это 140 километров от города. Причем он должен был ехать на два дня. Загружал свой микроавтобус полностью под завязку товаром. И с колес там должен был магазином отгружать товар, собирать деньги и так далее. Я получил очень хороший урок. Вот в тот момент, когда объявил своему руководителю, руководителю отдела продаж всей компании, что человек заболел и мы не сможем, скорее всего, уехать сегодня в Кириши, хотя бы на один день перенести поездку, он мне сказал так. Через полчаса ты должен быть на пути в Кириши сам. Вот у нас есть стажер-помощник. Вот мы вызвали машину. Действительно, к тому времени уже машина пришла. Загружая вот эту машину арендованную, пускай помощник загружает, ты едешь как торговый агент, а помощник как экспедитор. И вы делаете дело одного того самого заболевшего торгового агента. Мы не можем бросить наших клиентов. Это был для меня достаточно сильный урок. Я не был готов к поездке в 15-20 градусов на мороз, куда-то в командировку на два дня. Но мне пришлось взять руки в ноги. Через 40 минут я был уже в пути. Пришлось поработать за торгового агента, подправить несколько ошибок этого торгового агента там на месте. Клиент – это бог для любого продающего специалиста. Поэтому мы не можем просто продавать услугу, просто продавать товар. Мы продаем всегда сервис. Мы удовлетворяем нужды нашего клиента. Сегодня, я надеюсь, мы услышим какие-то истории на эту тему. Мы услышим какие-то, может быть, определения. В общем, тема нашей сегодняшней встречи – клиентский опыт. Что надо учитывать для построения долгосрочных отношений? Как будет проходить наша встреча? Для тех, кто не знает. У нас есть три блока. Первый блок – это подготовленные речи по программе PathPace – пути. Дальше будет сессия импровизированных выступлений, в которой могут поучаствовать все пришедшие сегодня, независимо от того, гости клуба или тостмастеры. И в завершении будет сессия оценки, где каждому из спикеров, кто выступил, к тому времени выступит с подготовленным выступлением, с речью, будет дана персональная оценка. Ну и каждый из экспертов, который сейчас нам представит свои роли, тоже нам расскажут, как мы сегодня себя вели. И эксперт по общей оценке встречи даст свою рецензию на всю нашу сегодняшнюю встречу. У нас есть несколько экспертов. Я им сейчас дам слово. Они объяснят, какая их сегодня роль, что они будут делать и на что нужно будет обращать внимание. И первым я хочу вызвать сюда хронометриста нашей встречи – Алексея Андрианова. Алексей, прошу вас. Всем добрый вечер. Спасибо, Юрий, за представление. Я сегодня выступаю в роли хронометриста. И в продолжении тематики нашей встречи хотелось бы сказать, что время – это один из самых ценных, невосполнимых наших ресурсов. Давайте его вместе беречь, уважать чужое время. Я буду на сегодняшней встрече помогать вам это делать. Соответственно, напомню вкратце правило, что до окончания выступления я буду подавать сигналы. Виртуальным фоном до окончания, если до окончания остается минута, я подаю зеленый фон, 30 секунд – желтый фон, и красный фон – время закончилось. Надеюсь, что все эти правила будут соблюдать, исполнять и уважать время друг друга и в чужое время. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Мысль сегодняшнего дня представит Оксана Кусаева. Оксана. Благодарю, Юрий. Мысль дня. В погоне за ростом нашего бизнеса мы так много времени уделяем привлечения новых клиентов, что очень часто забываем о тех, кто нам уже доверился. А зря. Ведь привлечение клиента, ведь клиент, который у нас уже купил что-то, и мы не обманули его доверием, готов вернуться к нам снова. И снова. И снова. И так много раз. И нам это будет стоить значительно дешевле, чем если привлекать новых клиентов. А из самых лояльных клиентов можно сделать единомышленников, сторонников, которые будут распространять наш бренд в своем окружении, сеять семена, которые мы потом сможем разбудить. Ну, а что мы делаем со старыми клиентами? Включаем их в еженедельную рассылку, бессердечную, про новости и скидки. И все. И забываем о них. А мы лояльные клиенты, как гусыня, которая несет золотые яйца. И чтобы гусыня радовала вас своими плодами, вы должны заботиться о ней, холить ее или леть, уделять ей время. А не так, что забыли про нее, и она пасется там где-то в соседском огороде. Берегите своих клиентов. Дайте им дополнительную ценность. Строите с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения. Благодарю. Спасибо большое, Оксана. Мы с вами постоянно, всенепременно, непрерывно учимся, учимся говорить. Большую роль в нашей речи играют звуки, полезные и не очень. Так вот, о неполезных звуках сегодня будет следить эксперт по частоте речи Елены Филиппова. Елена, вам слово. Юрий, спасибо за представление. Уважаемые гости, уважаемые члены Тоустмастерс, рада всех приветствовать сегодня вечером. И действительно, очень важно следить за чистотой речи. И наша тема сегодня это клиентский опыт. И как мы, у меня всегда пословица воспринимается, когда мы про клиентов говорим, встречают нас, как? Встречают нас по одежке, провожают уже по уму. И наша речь, можно сказать, изначально, когда мы общаемся с клиентом, клиент чувствует нашу речь, как мы с ним говорим. И чем чище будет наша речь, тем долгосрочнее в том числе будут наши взаимоотношения. А для того, чтобы наша речь была чище, буду я следить сегодня за вами и в конце отдам свою обратную связь, у кого же это получилось. И напоследок, такой небольшой лайфхак. Если хотите произнести слово паразит, просто сделайте паузу. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Есть очень интересная роль, которую берут не каждый, как мне кажется, тостмастер на встречах, и даже не каждый клуб в свой арсенал такую роль берет. А активное слушание – это важная составляющая речевой коммуникации. Вот что такое активное слушание и как оно нам сегодня может помочь, и как нам сегодня внимательно слушать, расскажет эксперт по активному слушанию или ухмастер Светлана Хамитова. Спасибо, Юрий, за представление. Добрый вечер, уважаемые тостмастера и гости. Активное слушание помогает лучше запоминать информацию и побуждать собеседника более активно выражать свое мнение и эмоции. Считается, что активное слушание придумали, чтобы разговорить клиента. И чтобы собеседник в процессе активного слушания начал рассказывать о своих потребностях, ему необходимо задавать открытые вопросы, всячески поощрять его высказывания мимикой, речью и жестами. Собственно, это все, кроме открытых вопросов, а, возможно, они и будут, мы проверим с вами в конце встречи. Посмотрим, какими мы сможем стать с вами клиентами друг к другу. Спасибо большое, Светлана. Эксперты представлены. В конце эксперты скажут свое заключительное слово. Что мы такого наделали? Или, может быть, мы были молодцы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова